Батана Булбат, здравствуйте, вы в прямом эфире, ваша любимая сала. Можете, пожалуйста, сказать, вы сегодня здесь какое мероприятие проводите? Я выступил как студентов, в этой школе, великолепно, которые не говори о ванных, и как это событие, в моей истории, находясь в обе-воте, какие моменты, связанные с исходой. Знакомите вы сегодня здесь молодежь с главными тезисами российской пропаганды? Мы тоже дурацкие вопросы за милицию. Я на Унию я просил эксперимент. Вы за мной. А унию я пришел, а сейчас вроде не у вас. Мужик, может быть, вы будете? Третьего не будет, я буду рассказывать. Спасибо. Вы смотрите прямой эфир Савы. Мы находимся на проспекте Абмашенебели, в гостинице «Ибец». Здесь проходит молодежная школа, которая организована при поддержке Министерства местных дел России. Среди организаторов директор института, директор фунта по защите прав российских соотечественников в Грузии, Александр Беженцев. Также директор института Евразии Гулбат Тихиладзе. У меня сегодня здесь молодежь, российскую молодежь, граждан России, которые проживают в Грузии, также грузинских граждан, русскоязычных, ознакомили со специальной программой по возможности зачисления, бесплатного зачисления в российские грузы. Они провели им инструкцию, как можно этого добиться. Во второй части мероприятия Гулбат Тихиладзе провел лекцию о, как он сам говорил, о Великой Отечественной войне. И именно главным вопросом было, почему нужно вызывать эту войну Великой Отечественной. Здесь говорилось о победах и достижениях Советского Союза в войне и о том, почему сегодня, в частности, в Грузии пытаются скрыть какие-то факты истории, пытаются атаковать историю и пытаются преуменьшить заслуги Советского Союза. Я хочу напомнить, что раньше, в прошлом году, мы совместно мало этих людей у здания, у здания секций российских интересов в Грузии, при посольстве Швейцарии, и эти люди не скрывали своих связей с Российской Федерацией. Сейчас у них продолжатся мероприятия. Здесь вторая часть лекции, о чем она будет пока неизвестна, но здесь собрана молодежь. И здесь, как вы видели, один из организаторов и спикеров сказал, что здесь они не проповедуют главные тезисы российской пропаганды. На сове вы можете прочитать развернутую новость о том, чего касалась эта лекция, и вы увидите и прочитаете главные цитаты сегодняшнего мероприятия.